МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у зимнего волшебника именины. Как празднует Симбирский Дед Мороз? Очередную сказочную дату расскажем в конце выпуска. Никто не забыт, ничто не забыто. Ульяновцы отдали дань памяти неизвестному солдату. По традиции 3 декабря митинг-реквинг прошел на площади 30-летия Победы. Ветераны, сотрудники силовых структур, военно-патриотических клубов и администрации подложили цветы к вечному огню. В память о каждом погибшем солдате остановили время на минуту молчания. Сегодня мы чтим тех, которые безведи пропали на фронтах войны. Если говорить по Ульяновской области, то с 2002 года найдено 64 безведи пропавших военнослужащих, которые выявляли в годы Великой Отечественной войны. И только в этом году 8 военнослужащих мы вернули на свою землю в Ульяновскую область. И они были с почестями воинскими захоронены. Поиск солдат продолжится весной в Смоленской, Волгоградской и Калужской областях. Поисковикам хочется вернуть на малую родину всех пропавших ульяновцев. По всей стране число безвести канувших в вечность воинов достигает нескольких миллионов. Война не закончена, говорил Суворов, пока не похоронен последний солдат. Природа стремится к самосохранению. А если и человек приложит усилия и будет вести себя не как эксплуататора, а как рачительный хозяин, то получится сохранить все живое и прекрасное. В Ульяновской области проходит тематическая неделя нацпроекта «Экология». Напомню, он реализуется с 2019 года по инициативе президента Владимира Путина. Чтобы вырастить дерево понадобится как минимум 20 лет. А вот чтобы оно сгорело, хватит и 20 минут. 1 ноября в регионе завершился пожароопасный сезон. Время подводить итоги. По сравнению с предыдущими годами, это трехлетний период, площадь лесных пожаров уменьшилась в 9 раз. Благодаря в первую очередь реализации национального проекта экологии, федерального проекта сохранения лесов, мы закупили всю необходимую технику в общем объеме финансирования более 63 миллионов рублей. Именно хорошая техника помогала ликвидировать огонь в первый день обнаружения. 106 лесных пожаров за сезон и, по счастью, обошлось без человеческих жертв, без того, чтобы огонь перекинулся на постройки или сельхозугодия. Станция «Ульяновск» в этом году пополнилась малым лесопожарным комплексом на базе УАЗ «Патриота». Начинен он самым необходимым. Во-первых, емкость на 300 литров с водой, УПВД, установка противопожарного высокого давления, 170 атмосфер дает давление, подсоединяется к емкости. Так, мотопомпа, бензопила, воздуходувка, пять разогнетушителей. Отличное оборудование и отлично подготовленные пожарные – вот слагаемые успеха любого сражения с огнем. В этом году удалось не только значительно обновить материально-техническую базу формирований, но и открыть новые лесопожарные станции в Новочеремшанском и Павловском лесничествах. Сейчас, по итогам прохождения пожароопасного сезона, Ульяновская область находится в Приворском федеральном округе на восьмом месте по количеству лесных пожаров и на десятом по их площади. Ему было 88 лет. В прошлом году, 3 декабря, ковид унес жизнь легендарного человека Юрия Латышева. Народный учитель России у школьной доски проработал без малого 67 лет. Четыре поколения учеников благодаря ему получили путевку в жизнь. Он переворачивал представление о традиционном уроке. В его уникальной методике ребенок был не объектом обучения, а равноправным участником этого процесса. Традиционный урок очень похож на разжеванную пищу, которую мы кормим наших учеников, что может привести к атрофированию жевательного рефлекса. То есть ученики получают в готовом виде уже знания. Поэтому я с конца 80-х годов пошел по другому пути. Я взял и поменял местами учителя и учебник. Его называли педагогом от Бога, патриархом образования, человеком-легендой, наставником с большой буквы, настоящим учителем. Имя Юрия Ивановича внесено в энциклопедию и всероссийский атлас «Золотой фонд учителей России». Он умел по-настоящему влюбить в профессию. Его ученики продолжают его путь. В течение года практически большая часть коллектива будет защищать о том, что они взяли для себя из его методики. Сегодня, в день его памяти, в стенах родного лицея после минуты молчания звучат теплые слова от тех, кому он стал наставником жизни. Главная профессия – это быть человеком. Кем бы ты ни работал. Ты можешь быть юристом, ты можешь быть учителем, электриком, энергетиком. В первую очередь, ты человек в любых ситуациях. Это была его причина. Юрий Иванович до последнего дня работал заместителем директора Ульяновской гимназии номер 44 имени Владимира Деева. Дело Латышева живет и сегодня. В течение свет, как и жизнь Юрия Латышева, педагога-новатора человека. Ну а накануне Русская Православная Церковь отметила День памяти святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Он жил на рубеже XVIII и XIX веков. Один из трех архипастерей Ульяновской области, епископ Барышский и Инзинский, ровно четверть века назад был пострижен в монашество с именем Филарет. И во многом владыка унаследовал созидательные черты своего небесного покровителя. Праздничная литургия по случаю юбилейного теза именинства владыки Филарета прошла в домовом храме в честь всемилостивого спаса, что располагается в здании Барышского епархиального управления. Это здание построили всего семь лет назад. И его архитектура выделяется на фоне двухэтажного Барыша. Епархиальное управление – одна из крупных строй, которую епископ Филарет завершил за последние годы. Ежедневная молитва и богослужение – вот что должно, по мнению владыки Филарета, украшать любой приход. Вот и в день своего ангела-хранителя он собрал священников в барышской епархии, чтобы соборно помолиться на праздничном богослужении. За литургией владыка наградил клирика епархии Иерея Евсевия Панкращенко правом ношения камилавта. Поздравить владыку Филарета вместе со священниками пришли и немногочисленные, но постоянные прихожане. Каждый из них представлял целую группу верующих. Вместе со своим архипастором они разнесли сугубые молитвы святителю Филарету. Святой известен своими созидательными трудами, а особо тем, что настоял на переводе и публикации священного писания на русский язык. Тем самым Библия стала доступна всем россиянам. Во многом епископ Филарет унаследовал созидательные качества святителя. Именно там, среди научных клубов, начал сам первый читать лекции на русском языке. Потому что раньше студенты лекции читали в латынии. Представляете, пришел, и теперь в латынии. Поздравляем вас, желаем, чтобы молитвы святого Филарета, Господь даровал вам здравия, долгоденствия, долгих лет жизни. Сколько ему лет, доподлинно неизвестно. Но день рождения он отмечает ежегодно. 4 декабря юбилей празднует Симбирский Дед Мороз. На торжество в Сосновый Бор парка «Русские забавы» приглашают всех, кто верит в чудеса зимнего волшебника. В этом году день рождения Дед Мороз ждет с особым нетерпением. Недавно он навестил старшего брата в Великом Устюге. И так вдохновился увиденными там чудесами, что придумал много новых развлечений для своих гостей. Также 4 декабря разыграют подарки, которые привезли из вотчины Всероссийского Деда Мороза. Знаю, что друзей у нас много. Дарю вот такую книжку, прямо сказку. Тут есть все мои друзья сказочные. Ну, чтобы все в Ульяновске почувствовали приход Нового года, вот такую вот елочную игрушку на вашу елку. Главным подарком для гостей станет путешествие. Самое настоящее, северное. Начнется оно в Ульяновском зоопарке. Вместе с Дедом Морозом гостей встретят его мохнатые помощники. Ну, конечно, со своим старым другом, оленем Такка, да. Мой добрый, хороший друг, которого многие уже и видели, и знают. Ну, и, конечно, со своим новым другом. Его зовут Снежок. Помимо белого северного лиса в дружной компании – семья северных оленей, косули и краснокнижной птицы, филины, мандаринки, орланы. На вотчине Симбирских мороза есть две зоны. Зона активного отдыха – это горочная зона, зона проката, лошади, пони, покатушки на оленях, тюбинговые трассы, плюс костер 12 месяцев, и зона пассивного отдыха. Зону пассивного отдыха мы называем зону Ульяновского зоопарка, в которой расположено и живут порядка 120 видов животных, около 2000 поголовья. С мохнатыми помощниками Деду Морозу можно передать поздравление или письмо с просьбой о заветном подарке на Новый год. Ну и, конечно же, пополнить коллекцию поделок, посвященных волшебнику. Музей Симбирского Деда Мороза начнет работу в его юбилей 4 декабря. И смотрите сразу после нашего выпуска вестей программу «Тема дня». Гость в студии, исполняющий обязанности, министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гошков. Новые подробности, цифры и прогнозы в актуальном интервью. Не переключайтесь, будет интересно. На этом у нас все. Далее информация о погоде. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»